Телеканал «Дождь», журнал «Большой город» и киношкола «Синемоушнлэб» при поддержке журнала «Афиша» представляют Мастер-классы. Как снять свой первый фильм. Актёрское мастерство. Инги Борга Дабкунайте. Самая европейская актриса позднесоветского кино, в какой-то момент ставшая просто европейской актрисой. Отечественные зрители начали узнавать её после интердевочки, утомлённых солнцем и подмосковных вечеров. Западные после фильмов «Миссия невыполнима», «Семь лет в Тибете» и «Тень вампира». Живёт между Москвой, продолжая активно сниматься в российском кино, и Лондоном, где играет на одной сцене с Джоном Малковичем и Кевином Спейси. В студии Инги Борга Дабкунайте. Здравствуйте. На самом деле, первый вопрос, по-моему, который должен возникать у начинающих режиссёров, продюсеров, я не знаю, я не они, но тем не менее. Каким образом вас, Инги Борга, можно завлечь в дебютный проект? Очень легко, легче, чем вы думаете. Потому что я гораздо быстрее соглашусь сняться в дебюте у режиссёра, чем у режиссёра, который уже снял 3-4 картины, но они и средние. Вы понимаете, почему? Потому что дебютанту есть, во-первых, такая странная внутренняя моральная настройка или настрой моральный, что дебютанту нужно дать шанс. И надо помочь. Я снималась у дебютантов немало. У меня немало дебютных фильмов. Английский фильм, который называется «Кисс оф лайф», был первый фильм Эмили Янг, очень талантливый. В котором, кстати же, снимался и Питер Муллан, тоже, можно сказать, не последний актёр британского и ирландского кино. Ну, вы знаете, когда-то и Брайан де Палман снял первый фильм, и кто-то у него снимался. И Тарантино тоже, поэтому, и тоже не как бы. Но, конечно, первым делом сценарий. Если это дебютант, то сценарий. Или вдруг, я не знаю, придёт какой-нибудь сумасшедший, обаятельный человек и расскажет мне, что без меня этот дебют не состоится. И убедит меня. Вот всё-таки ещё никому так не хлопали сегодня, несмотря на то, что не последние люди российского кинопроцесса здесь присутствовали. Очень приятно. Ангибурга. Нам, актёрам, лучше, потому что нас знают в лицо. Нам выгоднее всего. Но, как бы, так получается. Ну, вот, знаете, если уж действительно в последние имена, да, в профайле были Кевин Спейси, Джон Малкович, вы действительно работали с этими людьми, есть ли, чисто практический вопрос, да, задаю, есть ли шанс у начинающих режиссёров России каким-то образом этих людей завлечь в свой дебют? Чисто гипотетически. Вы знаете, я думаю, прожив уже столько лет, сколько я, я думаю, что, возможно, всё. Абсолютно. Потому что, если даже подумать, ну, хорошо. Я была литовской актрисой, работала в театре там себе. Ну, снималась уже немало. И это был 90-й год. 1091-9-9-0. И меня позвали играть на сцене Лондона, сначала Чикаго, с Джоном Малковичем. Во-первых, я не знала, кто такой Джон Малкович. Естественно, я должна была взять кассету в киоске тогда. И посмотреть фильм «Вальмон». «Опасные связи». Да, посмотреть. Я понятия не имела, кто такая Ума Турман, что вы. И поехать туда на пробы. Понятия не имела, что такое театральные пробы вообще. И, как бы, ну, возможно, всё. И я сейчас это кажется абсолютно... Ну, что, взяли студентку из ГИТИСа, послали в Лондон. Она попробовала, получила роль, если роль подходит. Сейчас это не космос. Тогда это был Марс. Но сейчас, может быть, в наших головах существуют другие Марсы. И, как бы, переходы другие, эти прыжки. Но, как бы, это... Я не думаю, что, скажем, поехать на Запад – это самый большой прыжок. Можно где угодно снять фильм. И сделать его прекрасно. Потому что сейчас... Я уверена, вы сейчас сидели с... Говорили с оператором, который только что говорил. Берите фотоаппарат и снимайте. Поэтому они же такие же самые там и здесь. Это не тот. Тем не менее, для многих европейский тот же кинопроцесс – это абсолютный Марс и Венера. И пространство, где действуют другие законы общения режиссёра с актёром, там, продюсера с режиссёром и так далее. Какие вы видите... Какую вы видите разницу? Какие различия? Я вам скажу, что самое первое, что я научилась и чего я не знала, вы никогда не угадаете. Первое, что я увидела в театре и в кино – это то, что все актёры, почти все, перед выходом на сцену и перед выходом на площадку чистят зубы. Это такая маленькая вещь, элементарная. Но в этом есть и практическая, и как бы вежливость. По поводу парня. А практическая, потому что если ты поел, у тебя между зубами что-то торчит, то это не очень хорошо выглядит. И какие-то детали, я в то время, я помню, были совершенно для меня новыми, скажем так. Ну, а если говорить о самом процессе, я не вижу большой, серьёзной разницы. Честно. Не вижу. Я знаю, что, конечно, есть разница систем. Потому что в России ещё не так развита система, то, что называется агентство, актёры, режиссёры в агентствах, то, что даже называется на Западе паккеджинг и тому подобное, если вы понимаете, о чём я говорю. На всякий случай, мне кажется, стоит пояснить. Значит, большие агентства, имея у себя и режиссёров, и актёров, и продюсеров, делает так называемую упаковку. То есть в этом фильме будет сниматься наша, да, 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 да. И это уже у них там, я грубо говорю, я не знаю, кто в каком агентстве, но они берут, там, скажем, такой режиссёр, это, это, и у них уже есть пакет. И это легче и продать, и сделать, и финансировать, и тому подобное. То есть агенты уже не только занимаются. Агентство существует не для того, не только для того, чтобы заработать деньги, но и для того, чтобы систематизировать процесс. Скажем, если ты актёр, ты не можешь вообще по определению существовать без агента. Такого не может быть, ты не в профессии тогда. Потому что вероятность получения сценария и даже знать о том, что происходит, невозможно без агента. Агент – это тот, который, вот этот посредник, через которого всё идёт. Я уже не говорю, что к агенту, агент идёт через casting directors. Конечно, он, большой агент, он говорит напрямую с режиссёрами и обсуждает. И искусство агента посоветовать таких актёров, которые подходят для той или иной роли конкретно. У нас это существует, я бы сказала, не очень пока. У нас и как бы нет профессиональных агентов, таких, которые бы имели вес в бизнесе. Потому что агент – это личность, если он талантливый, как и любой талантливый участник процесса. Но у нас пока это только-только заражается. Не заражается, а рождается. А вот эти вот все стереотипы, у них всё чётче, у них всё организованнее и так далее? Я вам скажу так, самое популярное слово на съёмочной площадке – это тишина. Будь это у нас, будь это там, везде. Чётче – это, ну, как каждая съёмочная площадка, разная. Да? Кто? Кто-то машет рукой, если хочет спросить вопрос? Вопрос Инги Борги Добкунэйтэ. Разу несколько. Начнём с первого. Известно, что на Западе пьесы часто экранизуют. Экранизируют. Простите. Простите, ради бога. Ну, какая разница? Не в первой части сидим, да, это правда. Да. Потом я вам скажу хуже, поэтому я не пример. Вы являетесь членом жюри фестиваля «Текстура». Да. Наверняка знакомы с многими драматургами. Какие, на ваш взгляд, российские пьесы достойны экранизации? Ну, вопрос будет, хитрый ответ будет. Те пьесы, которых режиссёры, собирающиеся снимать кино, считают достойными снимать. Потому что для того, чтобы снимать сценарий, режиссёр должен видеть это и знать, что он это хочет сделать. Ну, например, вот я сейчас разговариваю с Вырыпаевым, который будет снимать свою пьесу. Но он сам будет это делать. Но если мы уже затронули тему современной драматургии, то можем об этом поговорить. Я думаю, что произошла такая штука. В советские времена театр работал в основном как перед... Театр – это всё равно форма коммуникации. И в советские времена современная пьеса в театре в глазах публики была ложью. Потому что все современные пьесы, так или иначе, были пропитаны пропагандой. А социальный реализм, как жанр, существует в современных пьесах. Поэтому в советские времена мы практически убили жанр. Не убили, он существовал. Но по отношению к публике, то есть публика, которую обмануть нельзя, и которая ищет правды и коммуникации, ходила на спектакли, которые создавали режиссёры, ставя классику и при помощи метафоры передавая посыл публике. И у нас выработалась аллергия к социореализму, потому что мы подсознательно, конечно, понимали, что нас обманывают. И пьесу Столивара мы воспринимали как абсолютный ужас. А это просто соци... И мы думали, вот это и есть социореализм. И до сих пор у нас кутируется режиссёрский театр. Очень мало было возможности современным драматургам работать в театре. Мало того, это не было престижно. Теперь отодвинем Советский Союз и возьмём Англию, скажем. Там не только престижно писать новые пьесы. Они ставятся, с писателями работают. И эта база, это как теплица маленьких растений, которые потом идут работать на телевидении и в кино. Если вы возьмёте Томас Топпорда, где он начал? В театре. Где начал Кристофер Хэмптон? В театре. И до сих пор пишут. А я говорю вам о самых, как бы, кутируемых сценаристах. Всё телевидение — это социальный реализм. В основном. Ну, если мы не берём «Доктора Ху» и тому подобное. Но в основном, все мыльные оперы, всё. Это социальные. Чтобы их качественно написать, надо понимать, что такое. И это не ругательство. У нас это вышло вообще в художественной связи. Э-э-э, смотрелись. Не-не-не-не-не. У нас кутировалось метафорическое общение с публикой. И поэтому у нас не кутировался писатель и с ним нервы. Это большая дыра, пробел, с которым сейчас потихоньку мы пытаемся справляться. И поэтому я поддерживаю фестиваль «Текстура». Потому что я думаю, что будущее и кино, и телевидение — это писатели. Потому что, чтобы что-то снимать, надо иметь, что снимать. Мне кажется, фраза «современное телевидение — это сплошной социальный реализм» заслуживает ещё больших аплодисментов. Спасибо, Ингеборг. Ещё вопросы, пожалуйста. Почему вы не снимаетесь в сериалах? Я бы снимала в сериалах. Ну, сериал — это большое обязательство по времени. И если бы мне предложили прекрасный, качественный сериал с прекрасной ролью, то, конечно, я бы снялась. Потому что я не вижу... Я снималась в Англии в сериалах прекрасных, но я снималась и в таких, то, что называется, мини-сериалах. И как сейчас могу похвастаться. Я снималась в эпизоде «Prime Suspect», я не знаю, как переводится у нас, где Хелен Миррен играет сыщика. Сыщика оставил этот эпизод Том Хупер, который выиграл «Оскар» в этом году. Который снял фильм «The King's Speech». Да. Поэтому, конечно, на телевидении приятно сниматься. Вообще, британское телевидение — это абсолютно отдельная история. Да, там вот Том и Хупер, Хелен Миррен, Англиборга Дубкуна — это запросто появляется. Ну, я снималась, например, в госпитальном сериале, который было очень интересно, но не пошла на продолжение. А госпитальный сериал был действительно интересный, но мы снимали... Англиборга, простите, а госпитальный сериал — это... Про госпиталь. Про госпиталь. Про госпиталь Мэш. Ага, понятно. Это была гинекологическая больница. Понятно. Английский сериал тоже, да? Да. Он назывался «Bodys». И, как бы, такой достаточно кровавый это. Но мы снимали серию, по-моему, две недели. Десять дней, потому что два выходных. Десять дней серии. Ну, это так достойно. Ну, собственно, вот сериал «Шерлок», который сейчас так прогремел. Прекрасно, да. Великолепные совершенно три серии, сезон, год, снимают год. Но «Праймс Аспект» снимается по, по-моему, две или четыре. Ну, потому что это вот такое качество. Надеюсь, разница всем понятна. Еще вопрос? Скажите, пожалуйста, сегодня очень много говорилось о том, что у нас есть проблемы со школой, проблемы со ВГИКом. Со школой, я имею в виду, в индустрии. Проблемы со сценариями. Нет истории, нет нормальных, адекватных режиссеров, нету этих, как их, продюсеров. Аплодисменты, да, да. А вот с актерами-то что у нас сегодня? Как вам кажется, есть какие-то вот прям вопиющие проблемы, о которых бы вам хотелось упомянуть в индустрии сегодня, в российской? Да. Есть, конечно. Я не знаю, где. Но я столкнулась с какими-то простыми вещами. Например, я на Западе научилась одной вещью. Ты должен читать сценарий. Это кажется очень просто. Но я сталкиваюсь с людьми, которые читают или только свою роль, ну и ту иногда. И я сталкиваюсь с людьми, которые не умеют текста. Поэтому, ну я говорю вам о непрофессионализме. Это, конечно, бывает. Почему-то, не знаю, почему на Западе это бывает реже. Но такое бывает, да. Я не знаю, почему у нас не так тщательно читают сценарий. Может быть, опять же, и у нас гораздо легче актеры подходят к тому, что они говорят, а вот это я скажу вот так. Не так, как написано, а вот так. Когда я первый раз это сделала в Англии, 20 лет назад, я, типа, пропустила слово «ох». Они мне говорят, а почему вы пропустили слово «ох»? Ну я говорю, ну не знаю, у меня так удобнее. Почему вам так удобнее? Ну как-то я... Они говорят, вы понимаете, писатель писал эту пьесу три года. Он вообще-то думал о каждом слове. И если вы пропускаете слово или решаете поменять предложение, то у вас должен быть очень хороший повод для этого. Мы выслушаем ваш повод и, может быть, пойдем вашим путем. И, конечно же, как бы поменяем. Но у вас должен быть хороший... Не потому что я так хочу, у меня так удобно, и тут не могу выговорить. Хотя, если ты не можешь выговорить, это неплохой резон. У тебя поменяют текст. Но! Вот так поменять текст, но для этого текст должен быть качественный. И писатель должен сидеть и думать о том, что он написал. Вопросы? Вопрос в продолжение вот этой вот темы, проблемы у актеров. Расскажите, как конкретный какой-нибудь случай, который вы знаете вообще в жизни актеров, какой-нибудь конфликт между актером, например, и продюсером. Конфликт или между актером и режиссером. Интригу или скандал во время работы. И что такие конфликты, которые могли сказаться на карьере актера, или на работе. И там, вот что-то, было какой-нибудь случай, что произошло, и что все, вот актера сняли там, или продюсера сняли с работы, или что-нибудь еще такое было? Ну, как же я вам сплетни буду рассказывать такие, я не смогу. Вы не рассказываете конкретные имена без имен? Вы говорите просто актер Х, актер Х, режиссер Игрик. Сказали продюсеру Зе. Вы скажите просто, какой-то актер в каком-то фильме сделал то-то-то, не важно какой. И вы сняли с роли за это? Не бывало такого? Нет. Бывало всякое. Я сейчас вот так пытаюсь порыть в мозг. Я просто не... Я не знаю, как бы, что я могу вам рассказать такое, чтобы... Нет, я такого не... Понимаете, вы говорите, какой-то казус. Я сейчас, если потом органично вспомню, то я вам обязательно расскажу что-нибудь. Я сейчас задумываю. Не будем, да, не будем настаивать, да, на скандальных эпизодах, да. На обнародовании скандальных эпизодов, да, из карьеры Энгеборги. Еще вопросы есть, друзья? У актера должно быть специальное образование вообще, как вы думаете? Специальное образование быть актером? Специальное актерское, да. А то ведь есть действительно и непрофессиональные... Есть, допустим, Мила Йовович, которая была всю жизнь моделью и стала великолепной актрисой. Или вот Дардены, которые снимают действительно... Это, конечно, не обязательно. Но это поможет. То есть это не, как это называется, не впрок. Но есть очень талантливые люди, которые могут это делать. Есть пример в России, самый большой. Это Сергей Бодров-младший. У этих людей, во-первых, есть талант. Во-вторых, есть знание своего диапазона. То есть они конкретные, играют роли. Они могут это, но, может быть, они не будут это. И их талант заключается не только в их таланте игры, а в таланте выбора, то, что они могут делать. Потому что я уверена, что есть не очень много актеров, которые могут абсолютно все. Абсолютно все они могут. Ну, я же не буду играть комбайнершу в поле. Никто не поверит. Зачем? Для этого есть другие актеры. Или там что-то еще. Есть возраст, есть физическая структура тела. Есть. Никуда не убежать. Конечно, можно с определенным режиссером и поставив себе задачу, и с определенным видением идти против типажа. Но это бывает в разных случаях. А вот можно спросить? Тут был разговор с Валерием Тодоровским. От диапазонных фильмов, которые выходят сейчас на российском рынке. От жесткого арт-хауса, который рассчитан на режиссера и его друзей, и до жесткого коммерческого кино, который не рассчитан вообще на работу мысли. Мое мнение. Хотелось бы услышать ваше мнение, поскольку вы с точки зрения, можно сказать, уже западного человека, который может сравнить с ситуацией в мировом кинематографе. Может быть, из последних проектов вы отметите, что вам понравилось из российских фильмов? И если вы смотрите телевидение, может быть, что-то из качественных сериалов. То есть вот насколько сильно мы отстаем? Вы знаете, я не смотрю на... Вот как... Ваша фраза, насколько сильно мы отстаем? Я не смотрю на это, как на гонку. Никто не стоит и не бежит в дистанцию, кто первый прибежит. Есть процесс. И в каждой стране он происходит. Я уверена, что французы так же сидят и говорят. Не-не-не, у нас то, у нас сё, у нас там отстаёт. То, у нас тут, а то, у нас актёры такие, у нас режиссёры такие. Но кино у нас снимается, выходит на экраны, что-то не выходит на экраны. Я конкретно вам сейчас не скажу про фильмы русские. Есть режиссёры, фильмы, которых я жду и, может быть, не объективно люблю. Потому что, например, скажем, Балабанов для меня сочетает... Вы можете его положить на арт-хаус, вы можете это. Но Балабанов, как режиссёр, сочетает и талант, и мастерство. И мне, работающий, я пару раз с ним работала, посчастливилась. Очень интересно и легко, хотя легко работу с Балабановым назвать нельзя, но легко в том смысле, что он очень... не то, что ясный, что ты его понимаешь, понимаешь его видение, что у него есть видение фильма. Я сейчас говорю о Морфе, скажем, где я работаю. И всё, что он пишет, он действительно пишет, зная, что он этим скажет. Если я вам там возьму, разберу сцену, то я знаю, куда ведёт следующее... Вот это предложение ведёт к этому предложению, а это предложение дальше. Я могу вам разобрать сцену. Последний вопрос с Энгеборгой Дубковой. Энгеборга, у меня к вам вопрос по поводу актёрской школы. У вас большой опыт работы за границей и в России. И почувствовали вы разницу в плане актёрского мастерства и в плане того, какие системы они используют, если говорить в контексте системы Станиславского, Мирхольда и так далее? Честно, Станиславский никогда не подвёл. Вот так кажется, а ли-ля-ля? Вот Станиславский никогда не подвёл. Так я грубо перефразирую, но правдивость характера в данных обстоятельствах никогда вас не подведёт. Если вы будете характером в данных обстоятельствах правдиво, то вы будете иметь роль. — То есть система Станиславского пользуется популярностью и применяется во всём мире? — То есть Станиславский до сих пор работает? — Конечно, безусловно. Есть куча всего. Я не могу сказать, что, скажем, вот есть одна система. Мне очень повезло, когда я училась. Потому что я училась, и на нас была свалена куча всяких систем. И то, что из меня получилось, вопрос, наверное, того, что я работала с очень разными людьми и до сих пор не перестаю учиться. Потому что я всё время узнаю что-то новое. И всё время то, что я делаю, мне даёт возможность, я надеюсь, двигаться вперёд в познании профессии. — Инги Борга Дубкунайте. — Была в студии телеканала «Дождь». Она учится до сих пор. Надеюсь, чему-то научила вас. Я более чем в этом уверена. В студии телеканала «Дождь» были все эти шесть часов. Серия мастер-классов была. «Как снять свой первый фильм». Организованная «Синемоушнлаб», журналом «Большой город». Огромное спасибо всем, кто пришёл. Огромное спасибо Инги Борге Дубкунайте. И всем нашим гостям. По-моему, было ужасно интересно. Спасибо. До свидания. Телеканал «Дождь», журнал «Большой город» и киношкола «Синемоушнлаб» при поддержке журнала «Афиша» представляют. Мастер-классы. «Как снять свой первый фильм». «Дождь». «Оптимистик чанел». Смотрите в базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru. Континент ТВ